В эфире программа 7 минут и здравствуйте. В гостях у нас сегодня Руслан Алишев, инструктор тренажерного зала. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. На улице весна уже вовсю, все хотят быть красивыми и не только, все хотят быть еще и стройными. И вот как показывает практика, тренажерные залы просто начинают забиваться битком. Вот первый мой такой вопрос. Все-таки, наверное, не быстрое это дело, привести себя в форму. Ну, во-первых, если человек психологически настроен на это, не только физически, а психологически, ну не из-под палки он туда идет. То есть есть, знаете, не хочу, но надо. То есть можно добиться результатов очень быстро. То есть если проснулся и осознал, что все, да, есть мотивация, есть желание, есть цель. Но все равно, например, вот многие считают, что вот пошел в тренажерный зал, покачал пресс на скамеечке, до утром проснулся, кубиков нет и все, как бы желание пропадает. Нет, ну в каждом тренажерном зале есть инструктор, правильно? Он подберет под него индивидуальную программу и все. То есть главное желание и не бояться пойти. Потому что многие, например, говорят, стесняются. Как это так, там все такие накаченные, а я пойду. Да ладно, очень мало в Рязани залов таких накаченных. То есть ходят обычно среднестатистические люди. Ага, следующий тогда. У меня вопрос. Вот обычно люди, которые посещают тренажерные залы, ну вот как я представляю, да, делятся в основном на две категории. Одни хотят похудеть, другие хотят вот именно накачаться. Вот в чем здесь разница вот именно в занятиях? Опять же, человек приходит в тренажерный зал, к нему подбирается, то есть если человек хочет накачаться, для него другая программа идет. Человек похудеть, то есть поднять мышечный тонус и сжечь подкожный жир. Там тоже, соответственно, другая подбирается программа. То есть приходя в тренажерный зал, можно добиться именно того, чего я хочу. То есть это не будет вот как поток такой, да, вот каждый пошел туда, потом туда, потом туда. Нет. Все это индивидуально. А вот считается, что, например, если человек полный, и он будет качаться в тренажерном зале, то мышцы у него не появятся, да, вот как это говорится, сверху жира они будут. Нет. Опять же, есть две программы. То есть есть программа для накачки мышц, есть программа для похудения, есть еще одна программа для поднятия мышечного тонуса. Вот. Все это придет в спортзал человек, все это ему там объяснят, все под него подстроят. А вот мне объясните в общих словах, в чем разница здесь? Разница в количестве повторений, опять же, диета. Да. Вот, например, несколько упражнений, да. Человек, который приходит для поднятия мышечного тонуса, то есть для него там число повторений увеличивается. То есть в упражнении увеличивается число повторений от 12 до 15. Если человек приходит для накачки мышечного тонуса, то для него уже другие там идут и силовая подготовка сначала, а потом уже идет и на накачку мышечной массы. То есть там от 6 до 8 повторений. Вот так. И вес, наверное, больше, да? В смысле тренажеров? Да, да, да. Ну да, да. А он не сможет сделать, если ему это сказали, 8-6 сделать, подбирать такой вес, чтобы он не смог сделать. А вот аэробная какая-то нагрузка, она обязательно должна быть? Кардио обязательно, да. Это для стимуляции сердечной мышцы, мышцы. Обязательно, конечно. А есть какие-то вот правила безопасности в тренажерном зале, чтобы человек пришел и ничего себе не повредил? Есть. Какие? Ну, там же опять же все покажет вам тренер, то есть на каждом тренажере он вам все расскажет. Сейчас здесь тренажерного зала нет, я вам показать не могу. Понятно, то есть не надо бояться, да, что я подойду, увижу какой-то странный агрегат и не буду знать, что с ним делать. Да, да. Руслан, а вот, например, что касается девушек, да? Ну, девушки тоже любят заниматься спортом и, наверное, как-то к этому стремятся, но многие считают, что девушка и вот именно тренажерный зал – это понятие не очень совместимое, потому что боятся потерять какую-то женственность, боятся накачать себе мышцы излишние. Вот как с этим быть? Так ли это? Пусть не боятся, опять же, для девушек подбирается тоже индивидуальная программа, то есть накачать мышцы по этой программе у них никак не получится, хоть они 10 лет будут заниматься. У них просто будет поднятие мышечного тонуса и сжигание подкожного жира. Опять же, это подбирается каждому человеку индивидуально, с какой целью он пришел в спортзал. То есть похудеть или закрепить мышечный тонус. Мне кажется, девушки все-таки чаще худеть ходят. Ну вот. А вот какие рекомендации? Ну, опять же, я вам говорю, программа, там будет включено кардио, число повторений, тренажеров. То есть все это подбирается под человека. Вот я пришла в тренажерный зал и хочу похудеть. Да, я у тебя сначала спрашиваю, есть у тебя противопоказания какие-нибудь? Нету. Нету? Нету. Ну тогда, соответственно, под тебя подбираю программу. Ну вот приблизительно так, навскидку. Программу? Да. В общих чертах. Ну я... Что бы мне посоветовал, например? Ну, кардио и тренажеры. А долго бегать надо? Перед тренировкой достаточно 10 минут побегать, чтобы разогреть все мышечные мышцы, чтобы уже подготовить организм к этому более таким нагрузкам, более серьезным. А после тренировки, соответственно, по самочувствию. Человек первый день пришел, например, в тренажерный зал, он уже себя не очень будет так, это, то есть достаточно физически сильно чувствовать, чтобы он там после тренировки пошел еще на кардио. То есть первый день можно ограничиться перед самой непосредственной тренировкой кардио, вот эту вот нагрузку. А вот до какой степени нужно заниматься? То есть до степени, пока не упал или до степени, пока там что-то где-то не заболело? Нет, до такой степени не надо заниматься. По самочувствию человека. Если он в состоянии еще там какие-то нагрузки сделать, то ради бога. Ну, то есть какая-то все-таки усталость должна быть, да? Не только, наверное, чувство морального удовлетворения после проведенной работы, но еще и вот именно физическая усталость. Ну, мышечная боль, она по-любому будет, но некоторым нравится мышечная боль, некоторым нет. Соответственно, после упражнений на ноги, да, некоторые девушки там говорят, я ходить не могу. Я им вот это, рекомендую делать растяжечку. Ну, дома там вот, если с утра проснулись, мышечная боль присутствует, да, некоторым это не нравится. После проделанной небольшой разминки, растяжки все это проходит. А правда, что клин клином вышибают? Ну, вот если мышцы болят, приходишь, занимаешься и проходит. Нет, 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 этого не надо, даже категорически запрещаю делать. Это, во-первых, будет перенапряжение организма, во-вторых, иммунитет будет ослаблен. В-третьих, то бишь, как бы, надо дать мышцам восстановиться, потом только уже. Ну, вот исходя из этого, как часто тогда нужно заниматься? Три раза в неделю будет достаточно. Оптимально? Да, да. То есть меньше это мало? Меньше уже, конечно, мало. Некоторые приходят в зал, да, говорят, у меня вот один раз в неделю выходит заниматься в зал, подберите под меня программу. Это очень сложно. Один раз в неделю очень сложно подобрать для человека программу, и чтобы был эффект. А если хотят шесть, например, в неделю? Шесть раз в неделю, ради бога. Ну, первое время, первое время, три раза будет достаточно, чтобы подготовить мышцы к более серьезным нагрузкам. Потом можно и шесть раз в неделю. Ну, и, наверное, чтобы не надоело тоже, да? Потому что, если, наверное, очень упорно. Ну, если человек втянется в это, я вот уже без этого не могу, например. Если человек втянется, ему понравится. Если у него есть цель, цель, да, там, сделать хорошую фигуру. Психологически и физически он настроен на это. То есть, это очень быстро можно достичь, если он настроен на это. И результаты будут очень видны. Быстро. Вот любой человек может в итоге, если он очень сильно хочет, если он психологически настроен. Любой человек может получить себе хорошее? Если нет противопоказаний никаких там от врачей. А если есть противопоказания какие-то, уже там, соответственно, под него подбирается программа. Там другая. Ну, это все с тренером. Просто вот я, например, знаю, да, много там девушек, знакомых, которые, ну, реально полные. И они, ну, не то чтобы, наверное, не хотят с этим ничего делать, да. Они, наверное, считают, что бесполезно. Вот так ли? Нет, это не бесполезно. Опять же, с ними надо побеседовать, какое питание у них. То есть поменять что-то в их питании, и физические нагрузки под них подбираются, и все. То есть питание и физические нагрузки, и все мы будем королевами. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Руслан Алишев, инструктор тренажерного зала. Руслан Алишев